МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики, в студии Чингис Тихонов, и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 568,5 миллионов рублей финансовой поддержки в виде льготных займов на реализацию инвестиционных проектов было одобрено предпринимателям Фондом развития республики в прошлом году. Годовая инфляция в республике замедляется уже 9 месяцев подряд. В декабре 2022-го ее показатель составил 9,4%, что ниже общероссийского уровня. И студенческий десант побывал в управлении ГИБДД МВД по Калмыкии. 568,5 миллионов рублей финансовой поддержки в виде льготных займов на реализацию инвестиционных проектов было одобрено предпринимателям Фондом развития республики в 2022 году. Это на 354,5 миллиона рублей больше, чем в 2021-м. Глава Калмыкии Батухасиков отметил, растет и количество реализуемых проектов. Из 41 заявки на сумму более 782 миллионов рублей, одобренных за два года, на 2022-й приходится 32. К примеру, Владимир Лиджиков получил заем Фонда развития Калмыкии на выращивание растеневоческой продукции и последующее производство макаронных изделий. В год предприниматель планирует продавать 106 тонн макарон из собственного сырья. В рамках проекта уже создано 29 рабочих мест. С помощью поддержки Фонда развития республики Калмыкия реализован и проект предпринимателя Джергалы Ренженовой. Производство мягкой мебели с плановой мощностью до 80 единиц продукции в месяц. Продавать калмыцкую мебель будут в том числе через интернет с доставкой в любой регион России. Сейчас в производстве занято 5 человек. В Юстинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении и сбыте наркотического средства. По версии следствия, мужчина 27 ноября 2022 года в степной местности, недалеко от поселка Октябрьский Юстинского района, увидев произрастание дикорастущей конопли и заведомо зная о ее наркотических свойствах, собрал ее части и перенес для дальнейшего хранения на животноводческую стоянку. Тем самым он обеспечил сохранность наркотического средства каннабис-марихуана. В этот же день, в вечернее время, данное лицо из ранее незаконно приобретенного и хранимого наркотического средства на животноводческой стоянке взял его часть, которую безвозмездно передал своему знакомому. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Юстинский районный суд. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 10 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением выписаны 3 пациента. Шестеро жителей республики проходят лечение в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи. С начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. Калмыкию отметили в числе лидирующих субъектов с максимальным числом программ с показателями в зеленой зоне. По оперативным данным, в 2022 году ввод жилья в Калмыкии по национальному проекту «Жилье и городская среда» составил более 125 тысяч квадратных метров. Это 128% от годового показателя. Ранее республика досрочно завершила реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Мероприятия, запланированные до 2025 года, завершили уже в 2022-м. Всего же пересели на 283 жителя. Так, в рамках программы в Элисте построены 26-квартирный жилой дом по улице Некрасова и 44-квартирный дом по улице Хомутникова. В селе Ешелта построен 9-квартирный жилой дом, а в поселке Цыгараман – 3 двухквартирных жилых дома. Годовая инфляция в республике замедляется уже 9 месяцев подряд, сообщает Пресс-служба Национального банка по Калмыкии. В декабре 2022 года ее показатель составил 9,4%, что ниже общероссийского уровня. На инфляцию в регионе повлияли сдержанная потребительская активность, увеличение предложения отдельных товаров и сокращение издержек производителей. Темп прироста цен на продовольственные товары в декабре снизился и составил 7,7%. Замедлился рост расходов как в производстве, так и в переработке молока и мяса. Благодаря рекордному урожаю зерна подешевели корма. Дополнительно на сокращение издержек повлияли меры государственной поддержки животноводов, ограничение экспорта основных компонентов кормов, предоставление льготных кредитов на закупку зерна и добавок. В итоге снизились годовые темпы прироста цен на свинину и мясо птицы – колбасные изделия. Медленнее дорожали творог, сметана и питьевое молоко. Снизились годовые темпы прироста цен на макароны и крупы. На это повлияло удешевление зерновых и снижение расходов производителей. Умеренная потребительская активность по-прежнему сдерживала цены на отдельные непродовольственные товары. Так продолжил замедляться годовой рост цен на легковые автомобили. Быстрее дешевели автомобильные шины. Снижение сдержек производителей мебели из-за увеличения предложения древесины стало основной причиной замедления роста цен на мебель. Подешевел в годовом выражении бензин. Так как из-за сокращения экспорта предложение нефтепродуктов превышало спрос. Временно исполняющий обязанности главы Молдербетовского РМУ Андрей Шаханов проинспектировал ход строительства на объекте по бурению артезианских скважин. При содействии главы Калмыкии в районе реализуется проект в рамках государственной программы повышение качества, предоставление жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия. Как отметил Шаханов, обеспечение населения водой в приоритете. Очень важно, чтобы жители были обеспечены качественным и бесперебойным водоснабжением. Калмыцкий медицинский колледж имени Хохлыновой по поручению Минздрава России взял кураторство над Бердянским медицинским профессиональным колледжем Запорожской области. Коллегам из нового субъекта России оказывается как методическая, так и практическая поддержка педагоги колледжа готовят в помощь коллегам цикл обучающих семинаров по методическому сопровождению образовательного процесса, в том числе и по созданию мастерских. Наши преподаватели в рабочем порядке помогают преподавателям Бердянского колледжа формировать учебные программы для обучения новых специалистов. В пресс-центре РИА Калмыкия прошел брифинг, посвященный патриотической акции калмыцкой и российской песни «Мы вместе». По словам председателя Союза композиторов Калмыкии Бориса Уджаева, участие в акции могут принять все желающие, как любители, так и заслуженные исполнители. Целью данного проекта является возрождение самосознания и исторической памяти народа России о величии и многообразии нашей Родины, а также вековых традициях всенародного единства, считает Уджаев. Принять участие в акции могут также и жители других регионов страны, от Калининградской области до Чикотского автономного округа. Причем эта акция разделяется на четыре этапа, то есть по квартальной. Если в первом квартале, значит, мы в январе сейчас начинаем вылисти, потом, значит, у нас Республика Калмыкия, февраль-март, уже с апреля месяца мы переходим, переводим акцию на юг России, то есть к нам присоединяются соседние регионы, Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Ставропольский край и Дагестан. Наши соседи – соседние регионы. Начиная с третьего этапа, это День России 12 июня, начинается третий этап под названием «Общим Россия – Родина моя». Здесь к нам подключается Северный Кавказ, ну и те регионы, с которыми уже договоренность существует, это самый западный регион Калининградской области, восточный регион Чукотка. Кстати, на Чукотке живут очень много наших земляков, с которыми мы поддерживаем тесную связь. В Экибрульской школе в Непюрбеево начала работу картинная галерея. По словам педагогов школы, культурное пространство – место притяжения не только учеников, но и жителей поселка в целом. Картины поступают от самих учащихся школы и выпускников. Мы еще работаем над благоустройством и оборудуем картинную галерею. У нас есть хорошая традиция, выпускники нашей школы дарят школе картины наших калмыцких художников. И сегодня мы работаем над тем, чтобы оборудовать в современном ключе картинную галерею. Библиотека Сарпинского района во сентябре 2023 года пополнит список модельных библиотек республики. Пока их три – в Илесте, Лагане и Черноземельском районе. По итогам конкурса в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» Сарпинская библиотека выиграла грант в размере 10 миллионов рублей. Финансирование начнется с марта этого года. Здание было построено 40 лет назад. В прошлом году оно было капитально отремонтировано из средств муниципального бюджета. А благодаря полученному гранту уже через несколько месяцев местные жители смогут оценить новое рождение библиотеки. Теперь уже современные, комфортные и высокотехнологичные, которые можно будет назвать инновационным центром досуга и образования. Это значительно повысит качество жизни и доступности культурных услуг, разнообразит быт жителей. В библиотеке будут предусмотрены высокоскоростной интернет, доступ к информационным ресурсам, средствам периодической печати. Также планируется подключение к системе «Национальная электронная библиотека» с большой базой книг. Кроме того, будут созданы отдельные зоны по интересам, рассказала заместитель главы администрации Сарпинского РМО по социальным вопросам Людмила Бадмаева. Региональное управление Росельхознадзора сообщает, с 24 декабря 2022 года прием заявлений по выдаче карантинных сертификатов осуществляется через личный кабинет хозяйствующих субъектов в новом интерфейсе информационной системы «Аргусфита». Как отметили в ведомстве, для подачи заявлений на получение карантинного сертификата через обновленную систему понадобится предварительно установленная на компьютер электронная цифровая подпись для подписания данных заявлений. При отсутствии электронной подписи у заявителя можно воспользоваться порталом госуслуги. Необходимость регистрации в обновленном интерфейсе обусловлена повышением уровня кибербезопасности, сохранности персональных данных и оптимизации работы системы для личного кабинета заявителя. Это позволит сократить время рассмотрения заявлений хозяйствующих субъектов на выдачу карантинных сертификатов, а также сохранить данные безопасности от злоумышленников и конкурентов. Более подробную информацию по работе в обновленной системе в КИС «Аргусфита» вы найдете на сайте нашего управления, либо можете обратиться за разъяснениями к специалистам отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводств. Студенческий десант побывал в управлении ГИБДД МВД по Калмыкии. Обучающиеся Элистинского политехнического колледжа и студенты Калымгу имени Гордовикова познакомились с представителями госавтоинспекции и их работой. Подробности у моего коллеги Адьяна Пакаева. Студент первого курса Калмыцкого филиала МГГУ Сангаджи Горяев рассказывает, что работа полицейского нравится ему давно. А потому, когда им предложили принять участие в акции «Студенческий десант», молодой человек был одним из первых желающих. Сегодня мы посетили мероприятие в ГАИ. Наши сотрудники очень хорошо, довольно-таки ясно все объяснили. И впредь, я думаю, после этого мероприятия все присутствующие будут более бдительны, во-первых, на дорогах дорожного движения, и во-вторых, нам раздали очень хорошие памятки, отражающие знаки, которые в нашей жизни, я думаю, в некоторых ситуациях сыграют какую-то, можно сказать, жизненную роль. И все очень понравилось. Спасибо, что нас пригласили. Участникам акции рассказали о дорожной и патрульной службе, показали оснащение служебных транспортных средств. Студенты подробнее узнали о процессе задержания и фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Молодые люди отметили, что было интересно слушать рассказы о нелегкой профессии полицейского. Это всероссийская акция «Студенческий десант». Она приурочена, она идет по всей России. И это не только у нас в республике, но и по всей стране. Это в рамках каникул. Как раз у студентов каникулы в этот период, и чтобы они ознакомились с работой подразделениями сотрудников внутренних дел. Разные подразделения 17 числа были у кинологов в гостях, сегодня ГИБДД, сотрудники ПДН, участковых. Как раз каждое подразделение расскажет о специфике своей работы. Во-первых, всего это дает положительный эффект и открытая информация для студентов и не только для подростков, а о работе полиции. В свою очередь, участковые полномоченные полиции, отмечающие в текущем году столетие со дня образования, поделились, какими видами преступлений приходится сталкиваться чаще всего в своей служебной деятельности и об особенностях работы в административных участках. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант», а также со столетия образования службы подразделения участковых и полномоченных полиции, сегодня проводились профилактические мероприятия, на которых было рассказано студентам о службе участковых и полномоченных полиции, о некоторых специальных средствах, состоящих на вооружении полиции, а также о дистанционных мошенничествах в сфере интернета. Акции «Студенческий десант» приурочены ко дню российского студенчества. В Калмыкии она проходит регулярно. За это время сотни студентов высших и средних учебных заведений поближе познакомились с работой сотрудников правоохранительных органов. Адьян Бакаев, Анатолий Коженбаев. Информационная программа «День республики». И о спорте. В городе Раменской Московской области прошел открытый чемпионат России по панкратиону UBS. По итогам упорной борьбы ученик Троицкой школы имени Жукова Олег Манжиев стал чемпионом России. Современный панкратион – это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств. В выпуске новостей, также и другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом общении канала УТР на 21-й кнопке viptv.ru и на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова